Сообщили невесте, что русалочка плавать не будет. Света хватит только на кухню. Все в дом, все в дом. Приезжала, например, машина без кондиционера. Выкинули этот мокрый ковер. Меня больше всего беспокоит, чтобы люди не ели с пола. Жених был в очень таком состоянии, ему прям, наверное, хотелось этой драки. Как не впасть в эсферику в этой ситуации? Вырубался экран, когда он там в самый нужный момент. Варащивали акрил. Торт не того размера или не въезжает в двери. Въезжает в двери. Можно ребенка пролить, извините. Но это, опять же, было давно. Сейчас у нас таких уже нет. Дамы и господа, здравствуйте. Меня зовут Лев Четков. И сегодня я нахожусь в Дубай. И нахожусь рядом со свадебным организатором. Лучшим свадебным организатором, которого все мы знаем и теперь уже и вы знаете. В Дубаях это Элина Белкова. Агентство, которое называется Elegant Moment. Здесь звучат громкие аплодисменты. Элина, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Лев. Очень приятно. Спасибо огромное, что пригласила. Мы сейчас находимся в офисе твоего агентства. Правильно ли я понимаю, что именно вот сюда куда-то попадают клиенты, когда они хотят организовать мероприятие в Дубае, свадьбу или что? Да, все верно. Но на самом деле у нас, как, наверное, у любых организаторов, очень часто бывают встречи непосредственно на площадке, где-то еще там, где удобно клиентам. И плюс у нас очень много удаленных свадеб. Поэтому наши встречи через скайп. То есть когда люди, они еще здесь физически не находятся, они прилетают сюда позже. Это про удаленное планирование свадеб. Это именно, как бы, 80% на самом деле наших свадеб, которые мы делаем, это люди, которые в Дубае не проживают. То есть у них нет возможности физической встречи очень часто. Да, есть, если время на подготовку много, и у людей есть возможность, конечно, они прилетают в промежутках на, там, фуд-тестинг, посмотреть площадку, да, как бы, пробный сетап и так далее. А так, как бы, в принципе, все вот идет исключительно на доверии, посредством коммуникаций через социальные сети. И скайп у нас сейчас заблокирован, кстати. А вы, кстати, почему скайп заблокировали в Дубае? Я, если честно, не знаю эти детали. А что вы используете? Но заблокирован скайп и заблокированы звонки у нас в voice message, в инстаграм, звонки в WhatsApp. В WhatsApp, вау. Да, то есть, как бы, здесь проблематично. Мы можем пользоваться скайпом в офисе, то есть, здесь есть, я не знаю, тут какие-то, может быть, определенные сигналы, но из других мест проблематично. Сидимо для того, чтобы скайп использовали по прямому назначению, для чего он был изобретен на ней. Да, на работе. Не для глупостей всяких, не для болтовней. Вот так, друзья, мы начали прям буквально с места в карьер. На самом деле, сегодня у нас с Элиной предстоит такой более интересный разговор, нежели просто о мероприятиях, о агентстве. У меня куча вопросов к тебе, поэтому, пожалуй, начнем. Итак, вопрос номер один. Расскажи, откуда ты, откуда ты родом, где ты родилась, где ты жила. Я так понимаю, ты не прямо здесь, в Дубае, всю жизнь жила. Расскажи про это. Да, не место. Я родилась в республике Хакасии, город Абакан, замечательное место, юго-восточная Сибирь, где-то примерно около 5000 километров от Москвы находится. И жила я там всю жизнь, потом поступила в институт в Москве, закончила я Губкинский университет нефти и газа по специальности геофизик. Так что я... То есть ты, подожди, ты буквально в Дубае приехала раздобывать лимф? Нет, я приехала за мужем. А, за мужем. Да, у нас уже были, мы познакомились с мужем в Москве, когда я уже закончила институт, уже работала там по своей специальности в дочке Роснефти. То есть я как бы прям поработала даже в этой сфере. И потом мы познакомились с моим мужем в Москве, он уже год здесь жил в Дубае. И вот так вот сделал мне предложение, я, получается, переехала. Очень интересная история, но когда это случилось, сколько времени ты уже здесь, в Дубае? Это случилось в 2012 году, получается, 7 лет назад я переехала. 7 лет назад ты переехала. Расскажи немножко все, то есть правильно ли я понимаю, что ты уехала из Сибири, когда поступила на первый курс университета? Хорошо, это примерно был какой год? 2004. 2004 год, и до 2012 ты жила в Москве? Да, да, я закончила и работала там, получается. Но ты не делала ивенты, естественно, ни в Сибири, ни в Москве, не было такого? Нет. На самом деле я с детства достаточно творческая личность, но как-то так случилось, что я вовремя не определилась вообще со своей специальностью и так далее. То есть когда я еще была в институте, то есть перед поступлением, и как-то так сложилось все, что я пошла вот именно на геофизику. Ну, чему я, конечно, очень благодарна этим пяти годам, замечательный опыт, замечательные люди. И там я, кстати, тоже занималась организацией мероприятий. О, серьезно, какие мероприятия это не делала? Ну, общественные такие разные. Стоит весной? Да, наподобие такого. На самом деле это у многих инвекторов, это, знаешь, со школы, с институтом. То есть так же, как ведущие, в основном все начинают в КВН, который начинается в школе и в университете, то есть так же организаторы, многие, они вот как-то завязаны на мероприятиях. Правком, пиар-группа университета, потом после института я работала в брендинговом агентстве, то есть я была близка к креативу, мы занимались тоже немножко там организацией, я была причастна к организации мероприятий, брендингу в целом. Ну, то есть так, как бы это была самая начальная стадия, то есть я была еще без особого опыта, поэтому работала, делала все, что могла, да. Но опыт я получила и в организации мероприятий, там, привлечении спонсоров и так далее, там, во многих вещах. Потом я пошла все-таки по своей специальности и, как бы, определенное время я работала в ней. И при переезде уже сюда в Дубай и со своим опытом, со своим дипломом, соответственно, я хотела найти работу в своей сфере. Ну, почему это здесь актуально? Актуально, да. И на то время здесь был большой очень офис Лукойла как раз, он уже сейчас закрыт, но тогда, вот, как бы, действительно здесь можно было найти работу. И мой муж меня разглядел в мою творческую сторону. Когда вы уже сюда приехали. Да, да. И очень, как бы, меня так вдохновил и дал мне действительно возможность развиваться в том, что мне близко. Он мне сказал, не ищи работу, иди. Вот, вот, сейчас, в этот момент, сейчас многие подумают, а, все понятно, ее муж, значит, спонсировал, все ей устроило. Нет, нет, нет. Вот, просто, я как бы знаю, что это не так, Элина, расскажи про это, разубеди публику. Да, было по-другому. То есть, я приехала, мы сделали здесь свою свадьбу, она была небольшая для близких. И на своей свадьбе я познакомилась с фотографом, которая была тоже такая очень творческая русская девушка. И когда меня муж вдохновил, сказал, какая нефть, иди ищи себя, то есть, ну, это не твое. Я начала потихоньку с фотографом заниматься, что-то помогать ей, говорю, давай сделаем какой-нибудь декор, фотосессии. То есть, тогда я даже не понимала вообще, что есть свадьбы, что есть свадебные организаторы, что вообще что-то может быть, какая-то арка может стоять на пляже. Я даже, как бы, ну, наверное, я видела какие-то картинки где-то, но это было так, вообще мимо меня. Это примерно какие годы? Это был 2012-й. Да, и потом, как бы, все это принесло к тому, что, я говорю, давай создадим группу ВКонтакте и скажем, что мы делаем там фотосессии с декором. То есть, все началось с фотосессии. И потом мы выложили первую арку, просто так, как бы, это было чисто inspiration. И к нам пришел первый клиент. То есть, в том же 2012-м году, как я переехала сюда, вот как бы оно так закрутилось. И каждый раз я, особенно на своем примере, я не перестаю убеждаться, что все-таки, когда ты действительно идешь своим путем, тебе не нужно делать каких-то особых усилий для того, чтобы прийти куда-то, да, какие-то чрезмерные препятствия проходить. Расслабиться, и тебя жизнь действительно принесет туда, куда нужно. Конечно, женский подход. Исследовать душой и сердцем. Многие мужчины сейчас с этим как бы не согласны. Нет, наоборот. Да, мужчины это другое. Мужчины это достигаторы. Я согласна с этим абсолютно, что у мужчины, у него есть интерес, азарт, у него есть стремление, да, достигать каких-то высот. У женщины все равно это более через творчество. И поэтому, когда, например, мое дело называют бизнесом, я не люблю это слово абсолютно. То есть, сейчас я уже, получается, в этом деле 7 лет. В 2012 году состоялась наша первая свадьба 6 декабря. И, получается, спустя несколько месяцев мы зарегистрировали официально компанию. Ну, уже, получается, я зарегистрировала. Юрлицо оформленное у тебя. Да, полностью как бы я одна. Муж вообще не причастен к этому. Он мне помогает иногда что-то там совсем издалека. Но он даже как бы не занимается, не лезет в мои дела, какие-то принятия решений и так далее. То есть, все это делаю абсолютно я. И он, ну, исключительно поддерживает с точки зрения, когда я прихожу после какого-нибудь тяжелого мероприятия. С шампанскими конфетами и говоришь, все в дом, все в дом. Он говорит, дорогая, какая ты молодец. У вас еще двое детей, насколько я знаю. Да, у нас еще за все это время появилось двое детей. То есть, я там беременная. Сейчас сколько лет? Пять почти что и три почти что. Пять лет и три года у вас, это мальчики, девочки? Два мальчика. Два мальчики. Двое сыновей, пять и три года. Муж, который работает фулл-тайм, я так понимаю. Ты, который работаешь овертайм, потому что это все, наверное, организаторы так работают. Как вы справляетесь? У вас есть бабушки, няни, кто вам помогает? Дети у нас ходят один в садик, в другой в школу. Школа здесь начинается рано. И получается... Но единственное, что школы здесь, они отличаются от школ в России. Ой, садики точнее. Здесь все до трех часов максимум. То есть, даже как бы ты хочешь там продлить что-то, все равно у тебя такой возможности нет. А можно ребенка пролить? Извини. Да, и вот, то есть, до трех часов у меня такая активная деятельность. Потом я забираю детей, получается, со школы, с сада. Они у меня еще в разных местах пока что. И после этого домой. Ну, то есть, я могу какие-то встречи. У меня есть няня постоянно. То есть, без няни невозможно, естественно, с моим графиком работы. Бабушки, дедушки, у вас живут все в России? Все живут в России, но у нас очень часто прилетают мамы по очереди. То есть, дежурить. Ага. Своим графиком. Да, ну, им, конечно, это все в радость. Поэтому приезжают вот так. Ну, на месяц могут приехать, на два иногда. Особенно, когда сезон прям мероприятий. То мы зовем, конечно, подмогу, чтобы как-то не все время с няней дети сидели по вечерам. Расскажи про свои интересные случаи. Кто-нибудь, не знаю, там... Были ли драки на дубайских свадьбах, например? На самом деле, было давно. И единственный, один единственный раз у меня была свадьба из Екатеринбурга. О, ромаш! Жених был в очень таком состоянии. Ему прям, наверное, хотелось этой драки. Сдерживался он весь, всю свадьбу. И в конце все-таки он... То есть, жених был внецар. Досталось гостю. А, ну и кто-то из гостей... Спровоцировал. Не доложил подарок, так сказать. Может быть, уже успели пересчитать конверты? Ну да, ну так все было как бы в достаточно терпивом варианте. Но было. Чувствовалось напряжение. Да, чувствовалось напряжение. Вот. Потом что... Ну, стандартные казусы, которые случались, к сожалению, это... Свет и звук, но это, опять же, было давно. Сейчас у нас таких уже нет. Это когда на самом начальном этапе там пробовались какие-то компании, и не работал микрофон. Там это было уже, наверное, 6 назад. И вырубался экран, когда он там в самый нужный момент LED. Сейчас уже собственное агентство, двое детей. Сейчас, я так понимаю, что сейчас вы делаете не только свадьбы, да, потому что, вот, собственно, причина, по которой я здесь нахожусь, это то, что мы несколько дней назад провели корпоративное мероприятие. Да. Это было первое, кстати, корпоративное мероприятие, или у вас были еще какие-то... Нет, мы делаем, на самом деле, разноформатные мероприятия. У нас в прошлом году был большой корпоратив-конференция в несколько дней на 400 человек. То есть съезжались со всей России, из Казахстана. И это все было очень насыщенно в плане там и программы с экскурсионной частью, то есть полное курирование организации с нашей стороны, там, и заселение в отель, и сам голоужин, и сама конференция, то есть полностью все. И там маленькие корпоративы, да, там на 15, на 20 человек, на 100, то есть разный формат абсолютно, и открытие каких-то магазинов, то есть и оформление, и, соответственно, там весь, там, программа какая-то, да, для этого всего. Так называемые презентационные мероприятия, да, когда что-то впервые. И есть у нас опыт фэшн-шоу, мы тоже делали. Да, у нас одна клиентка, она как раз открывала свой магазин, и мы делали открытие магазина, и к нему было приурочено фэшн-шоу. Прилетал итальянский дизайнер, она сама дизайнер Абарин. Вот, и они совместно с итальянским дизайнером выпускали коллекции, и мы делали то же полностью, там, с нуля все оборудовали. Там была такая сложная достаточно площадка при магазине, то есть нам нужно было создать все это вот, подиум, сцену и так далее. Ну, то есть, получается, вот то, о чем ты сейчас говоришь, это такой уже классический ивент, майс-туризм, да, получается, когда приезжает много-много людей, их нужно всех координировать. Да. И вот это то, что я называю private parties, да, сейчас не мероприятия, когда это свадьбы, дни рождения какие-то. Дни рождения, кстати, у вас были? Да, да, дни рождения мы делаем, детские дни рождения. Скажу, что не так много, но делаем. У нас даже один из клиентов был внук Назарбаева. Ну, то есть у нас бывает, да, как бы такое что-то интересное, масштабное, ну и приватное небольшое, то есть разноформатное на самом деле. Но всегда у нас что-то особенное в плане того, что мы не делаем никаких пакетных вариантов, то есть как бы те клиенты, которые звонят за чем-то стандартным, да, я имею в виду, у нас такого нет. То есть у нас все равно что-то более эксклюзивное, каждый раз у нас разрабатывается концепт и какая-то индивидуальная, индивидуальный сценарий, тематика и так далее. То есть вот в этом плане именно... Ты сказала про концепт. Расскажи, сколько человек сейчас трудится с тобой либо фулл-тайм, либо вместе с фрилансом, то есть как у вас все устроено? Приходишь ли ты в офис, сидишь ли ты там одна или есть еще люди, которые с тобой там ежедневно как-то появляются там? Есть ли кто-то, кто дежурит в офисе, когда тебя, например, нет, когда ты с детьми? Да, нас несколько человек, именно организаторов, то есть менеджеров, которые занимаются непосредственно проектами и работой с клиентами. У нас есть дизайнер, который занимается конкретно разработкой концепта, ну, как с точки зрения декора, да, то есть, естественно, концепт мы разрабатываем все вместе, совместно, а именно с точки зрения дизайна она курирует полностью все. Визуализацию. Если мы говорим там о рисунках, то это тоже у нас все аутсорс, да, там вот в плане удаленности. Привлекаем дополнительно помощников по декору. У нас есть очень близко сотрудничаем с которыми компания флористики, то есть, ну, такая как бы уже мы ее называем sister company, с которой мы постоянно работаем на постоянной основе. Да, и, соответственно, координаторы, которые у меня тоже от ивента к ивенту, ну, как бы так уже сложилось, сильно как бы новых уже не привлекаем, уже есть какая-то такая слаженная команда. Подтвержу, потому что я уже второе мероприятие с Элиной провели. И все те же. Да, на первом мероприятии Элина отсутствовала, потому что вот сейчас мы об этом тоже поговорим, потому что я так понимаю, ты летом, когда самая жара, ты улетаешь. И на первом мероприятии я побывал в Дубае, в самом пекле, что называется, и были девочки как раз твои, которые, так сказать, исполняли полностью обязанности по курированию, по организации этого мероприятия. На мой взгляд, справились абсолютно стопроцентно, успешно, очень профессионально, очень спокойно подходили. Не было никаких метаний, не было звонков Элине, Элина, что там делать, ничего подобного не было. Они абсолютно знают, что они делают. И эти же девушки были и на мероприятии, которые мы делали несколько дней назад. Кстати, сколько времени вы уже работаете с ними, как давно вы с ними знакомы? Ой, на самом деле так складывается моя жизнь, что мне очень, я всегда это говорю, мне очень везет на людей, на самом деле. Люди приходят в мою жизнь как вот такие, каких я хочу. Ну, и даже когда, например, я загадываю себе, чтобы в мою жизнь пришел какой-то человек, например, мне нужен новый сотрудник, то я понимаю, что все попытки его искать усиленно, они ни к чему не приведут, я это пробовала. Этот человек придет, просто придет в определенный момент. Да, и также как бы у меня приходили вот и та же Эсмина, и Кристина дизайнер, Настя, вот с кем-то знаком, да, менеджер тоже. Она вообще моя невеста, то есть вот... Давайте уточним, моя невеста, это означает, она твоя бывшая клиентка. Да, да, все началось много лет назад, как раз я делала свадьбу ей и ее супругу, и вот была организатором в процессе, уже стала подругой. И человек, который сейчас нас снимает, это тоже твоя невеста. Да, привет, Назира. Да, это тоже моя невеста. Ну, в общем, вот такие замечательные люди, я очень благодарна всем, да, вселенной. Не просто работаешь с ними, говоришь спасибо и до свидания, но вы иногда сохраняете какие-то отношения. Да, очень много. Были ли у вас какие-нибудь истории? Там при Фанкшене стоял большой, огромный аквариум, который делали специально для русалочки, которая должна была там плавать и встречать гостей, то есть свадьба была такой в морском стиле. И огромная свадьба, там на большое количество человек, там за 600-700. И буквально за 2 часа до прихода гостей этот аквариум лопнул. Лопнул? Да. Как он мог лопнуть? Вот так он лопнул. Они его делали специально, видимо, они не выдержали, он не выдержал давление воды, и слава богу, что это произошло за... За 2 часа? Но это было, то есть это было при Фанкшен, это был полностью покрытый ковром, стояли композиции на полу, стояло все уже, то есть диваны, и, естественно, все, то есть слава богу, этот ковер... Что вы делали, что вы сделали? Как не впасть в эсферику в этой ситуации? Как? Ну, в первую очередь сообщили невесте, что русалочка плавать не будет, она будет просто сидеть, потому что максимально, что за это время успели найти, это вот эту вот такую полуфишбол, такую полукруглую вазу. Русалочка была в тот момент в аквариуме или нет? Нет, она не была, не была, не успела, то есть вы только набрали, и, получается, ее просто посадили, она сидела на вот красивой, ну, как мартинице, круглая вот эта вот, как она называется, да, такая полуфишбол ваза высокая, и заменили. Это единственное, что успели найти за это время, чтобы доставили. Как вы успели это все убрать? То есть было огромное количество работников, выдернули этот ковер, то есть там же, здесь у нас очень часто перестилаются полы, то есть у нас закрывается коровым покрытием то, что есть в зале, и это частая практика, когда либо нужно просто убрать цветной ковер, да, то есть мы покрываем его либо белым, либо каким-то другим однотонным, и в данном случае это был префанкшн, слава богу, это было... Просто закрыли это все? Это просто все вытащили, выкинули этот мокрый ковер, полностью перестилили новый, перестилили все эти композиции, все это, ну, огромная работа, благо, что было большое количество людей тогда в зале, и помогали все, вот, это поправили. То есть это не кто-то заделать? Нет, нет, это просто он лопнул. А расчетная ошибка какая? Да, неправильно, это была ошибка, да. И то есть, слава богу, что это, потому что его наполнили заблаговременно, эта вода наполнилась, да, и он стоял какое-то время, и вот... То есть, по сути, в том числе, это вы, как бы, его, можно сказать, протестировали, да, потому что его заранее наполнили, не там, в последний час, и он успел показать себя, так сказать. Да, и слава богу, лопнуть до. Они нас находят. На самом деле, самое главное, даже не задумываться о том, откуда он придет, этот человек, просто все сложится так, что он придет сильно, надо хотеть представить его себе. Лайфхак номер один. Определите, кто вам нужен, и поверьте, что этот человек будет, он как-то к вам притянется, это работает. И вообще, на самом деле, у меня просто такой подход к работе, опять же, да, я не называю это слово бизнес. Я очень... для меня очень важна вообще сама творческая атмосфера и отношения с людьми. Я очень привязываюсь к людям, и для меня, конечно, то, какая у нас атмосфера в рабочей команде, какие люди меня окружают, да, это первостепенно важно, чтобы сохранялась здесь очень такая дружественная обстановка. И поэтому, ну, как бы, вот люди подбираются каким-то таким образом, что один дополняет друг другого, да, и я уже давно приняла для себя такой факт, что к тебе приходит человек, ты никогда его не подстраивай под себя, да, то есть ты находишь, определяешь там его положительные черты, как бы в плане его сильные стороны. Просто зачастую, там, поначалу даже еще ввиду отсутствия опыта, всегда пыталась там равнять по себе. Вот, ну, у меня получается-то хорошо, почему вот этот человек не может это делать так же хорошо, как я? Пытаешься, учишь, не получается какой-то конфликт, и потом я это все отпустила, я поняла, что человек, вот, он есть такой, у него есть такие сильные стороны, действительно, просто дай ему возможность работать с этими сильными сторонами, он действительно будет приносить максимальный результат, и у нас в компании, в команде все очень разные, и как-то вот каждый друг друга дополняет, и к каждому мы находим подход, уже знаем, как кто работает, и вот такой творческий процесс. Здорово. Знаешь, вопрос, который не возник у меня, когда я составлял список, но возник сейчас, все-таки вернемся, опять же, наверное, к личному развитию, да, или к личной самореализации, все-таки очень много девушек, да, которые приезжают, не только и в России, и которые приезжают в другие страны, которые вполне себя уютно или комфортно, наверное, я не знаю точно, но им нормально быть просто женами, просто мамами, и, в общем-то, ну, как бы, и жить обычной жизнью, да, там, заниматься воспитанием детей, что тебя двигает вот в этой самореализации, потому что, ну, любой бизнес, даже пусть это агентство, да, пусть он может быть такой, ну, назовем это женский бизнес, да, все-таки что тебя двигает к тому, чтобы, ну, вот ты делала что-то, кроме того, чтобы готовить завтрак детям, отвозить их в школу, там, не знаю, делать с ними уроки. На самом деле я просто привыкла к деятельности какой-то активной, и у меня такой характер, на самом деле я кажусь, может быть, достаточно такой спокойной и скромной, но я, во мне просто очень много энергии, и именно творческой энергии, я очень люблю людей, я очень люблю находиться в обществе, мне нравится все красивое, мне нравится, то есть то, к чему я пришла, это действительно мой мир, и мне нравится это нести в массы, мне нравится создавать красивые мероприятия, поэтому, наверное, вот именно, почему я сказала, что там именно эксклюзивные мероприятия, да, потому что, то есть, вот каждое мероприятие, оно для нас какое-то особенное, и поэтому, ну, вот к нам за шаблонными не ходят мероприятия, то есть мы делаем каждый раз что-то уникальное, интересное, это просто проявление нашей команды, нашего творчества, и в первую очередь, я так реализую себя, то есть мне хочется что-то делать постоянно, я... Нужна движуха. Да, я не могу сидеть на месте, я когда родила ребенка первого, я думаю, ну, какая вот интересная, я буду мама, то есть я сяду, потому что я до девятого месяца, то есть у меня там через три дня роды, я с животом на там мероприятии, все нормально, как бы, абсолютно, то есть у меня там не было никакого сильного декрета, через неделю после родов у меня уже прилетела невеста с Москвы, мы посмотрели здесь площадки, у меня просто не было выбора какого-то там, ну, и в принципе, я не чувствовала какой-то там гиперусталости, да, что сидеть там с ребенком полностью дома постоянно, и когда я родила, я поняла, что все-таки я не смогу оставить работу, мне нужно это все совмещать, я люблю свое дело, поэтому, в общем, это просто проявление меня, я такой человек, то есть у меня не было какой-то цели, как я уже сказала, да, найти какую-то работу, зарабатывать деньги, изначально, когда я пришла в это дело, у меня не было цели зарабатывать деньги. То есть это было по фану просто? Да, это было просто, я нашла себя, и я делала то, что мне нравится, то есть первые мероприятия, они, соответственно, были там с минимальным заработком, и, кстати, абсолютно не было никакой помощи с точки зрения, ну, я в ней не нуждалась, то есть я вот делала, и он, как бы, он следил за финансами компании, и вот после третьей свадьбы он мне сказал, ну, вот ты сама заработала себе на лицензию, хочешь, как бы, ну, ты готова, открывай, то есть ты полностью ее окупила, и я взяла эти деньги заработанные, то есть я не тратила ничего, я пошла, и мы открыли лицензию, то есть вот, потому что здесь безналоговая страна была, но есть определенные моменты, да, что ты все равно должен открыть лицензию, платить ежегодно за продление лицензии, ну, а сейчас у нас 5% налог еще. 5%, друзья. Пока 5%, так что успевайте. Да, успевайте. У нас, у нас есть еще один гость, это старший, младший, это младший сын. Да, сегодня в Дубае выходной пятница, поэтому мы совмещаем приятное с полезным. Вообще часто дети у тебя бывают в офисе? Бывают, они очень любят мой офис, потому что у меня очень много конфет, и для них сходить к маме в офис, это куча развлечений, какие-то игрушки, конфеты. Лишний раз увидеться в том числе, наверное. Какие были крутые мероприятия? Может быть, каким-то знаменитостям, может быть, каким-то людям, которые тебе запомнились, может быть, это просто были, не знаю, там, мероприятия, которые просто были масштабные или интересные для тебя самой. Вообще, были ли селебрити, или какие-то интересные, не знаю, с интересной историей, которые, может быть, много лет живут в Дубае. Кстати, вот мы делали ту свадьбу, да, первую, и там мне понравилась история о том, что мама-невеста, она здесь, в Дубае, прожила что-то 20, около 20 лет. То есть я просто не могу себе представить, каким она застала Дубай, когда он был еще совсем-совсем другой, какой он сейчас. И вот это интересная история, потому что человек почти 20 лет, она живет здесь. Ну, половину считай, как бы, да, сколько ОАЭ существует. И это поразительно, и было ли у тебя что-то подобное, какие-нибудь интересные люди? В прошлом году мы делали день рождения Дмитрия Портнягину. А, который там с форматом. Да, 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 он приезжал, тоже достаточно так оперативно мы готовили все, он такой узким кругом, около 25 человек. Узкий круг Дмитрия Портнягина, 25 человек. Очень понравились все, очень было все душевно. его супруга Екатерина. И как вообще прошло само мероприятие, не было никакого фактически энтертеймента. Настолько они вели все сами. Дмитрий очень душевно рассказывал о каждом своем друге, как они познакомились вообще, как они пришли в бизнес. Ну, то есть узнали практически все обо всех. Интересные истории, и все было очень душевно. И сам он человек такой очень приятный. Ну, это селебрити, это сейчас, да, это селебрити. Мне, кстати, тоже удалось с ним поработать, один раз на одном из мероприятий «Трансформатор клуба». И тоже могу сказать, что было все очень даже достойно и интересно. Мне самому захотелось стать частью клуба, но пока график не поставил. Ну да, на самом деле, да, я тоже рассматривала про «Трансформатор вумен», даже общалась тоже с Катей, но это такой как бы безумный график. Там путешествия, встречи этих, что очень трудно. На наших мероприятиях выступали звезды, то есть мы тоже привозим сюда. Что звезды такие? Какие еще казусы? Ну, казусы там с тем, что приезжала, например, машина без кондиционеров. Да, кстати, расскажи про машину. Ты же знала, что не так с машиной. С машиной очень часто бывает что-то не так, особенно с лимузинами. Я знаю, что, например... Машина без кондиционеров в Дубае? В Дубае, да. Как это возможно? Было октябрь, была ужасная жара просто стояла. И вот-вот должна была выйти уже невеста. И слава богу, ее сборы затянулись на 40 минут, что мы успели это все... Благодаря вам. Да. А так как бы приехала машина, я сажусь... Я всегда проверяю машину, которая приезжает, я захожу, и я понимаю, что жарко. Я говорю, включите кондиционер. Он говорит, да он работает. Ну, как бы 5 минут проходит, 10 минут, ничего не меняется. Ну, просто нереально. Вот, это жара на улице, как бы, там, 38, что ли, градусов. Водитель в этот момент сидел в купальных шортах и говорит, ну, он работает, нормально все будет. Ну, так как водитель индус, ему было нормально. Ну, как у себя дома. Хорошо. Ну, естественно, паника, мы звоним быстро, потому что водитель не шевелится, он ничего не знает, он просто водитель, он не... Там у нас церемония в церкви, которая там должна быть, причем официальное именно вот венчание в церкви, да, которое должно быть по времени определенному, замена машины. Это ладно, когда там они могут оперативно все прислать, то есть выходной день, все закрыто. Ну, да, это не Uber заказать, конечно. Да, но, слава богу, они прислали, причем, 3 машины на выбор. Вау. Там один был Hammer, другой был, по-моему, Mercedes, лимузин и какая-то спортивная. И невеста уже вышла, как бы, я, конечно, ее предупредила, она вышла, просто выбрала ту машину, в которой сели. Вау, ничего себе. Да, потому что первоначально там она хотела именно эту, это было важно для нее, и, естественно, вот так случилось. Кстати, вы же работаете не только с русскими, я так понимаю, вы же работаете и с другими, назовем их так, национальностями. Расскажи, были ли у вас какие-то зарубежные, вот прям полностью зарубежные проекты, когда все были иностранцы? Да, у нас очень много иностранцев, очень много интернациональных пар, когда зачастую невеста русскоговорящая, а жених, получается, араб или еще какой-то другой национальность. Таких браков у нас тоже очень много было. Чисто иностранцы, то есть у нас были и британцы. Сейчас в декабре у нас прошла большая свадьба на 300 человек, пакистанская. Вот это интересно, пакистанская свадьба, что там может быть? 300 человек, ребята. И это как бы малая часть еще, потому что они приезжали, то есть это был один из дней, который назывался «Проводы невесты». Они делали его здесь, то есть они прилетали, все гости, селились в отель «Атлантис». Что еще? Однажды тоже у нас была история, когда мы делали подвесной торт. Он не упал. Да, у нас был такой опыт, мы делали сюрприз, то есть зал был закрыт, потом туда приходили гости, после мероприятия, уже когда на улице у нас до 11 часов, он спускался, да, он был задекорирован именно вот внутри, и это была как композиция цветов, висела, да, то есть его было не видно. Что с ним произошло? Нет, с ним все было, слава богу, хорошо, но казус был в процессе подготовки, мы рассчитали конструкцию, а отель в итоге подготовил торт, который был больше, и с ним сделать было ничего невозможно, то есть в нашем случае только наращивать... Есть, оставь, есть лишнее. Да, он был закончен, и там как бы просто нереально было, то есть отпилить верхушку ее просто нельзя было, вообще как бы переделать нельзя было, и мы на месте, то есть мы наращивали этот акрил, то есть мы увеличивали эту колбу, куда она входила, увеличивали количество декора, то есть это было все, слава богу. Наращивали акрил? Как вы это делали? Вот эта акриловая структура, ну я имею в виду, она была из нескольких ярусов, и там туда заезжал торт, и получается, что нам нужно было делать дополнительный ярус, а это же как бы круглая конструкция, которая делалась заранее, все это просчитывалось, но, слава богу, успели. То есть у нас было времени ночью, мы это поняли, и до 4 часов дня, ну даже до 11. У меня один вопрос, этот момент, вот сразу сейчас видна разница между организатором и ведущим организатором, очень спокойно про это все рассказываю, у меня один вопрос, зачем отель это сделал, и как вы потом с ними общались? Отель, вот на самом деле иногда, да, тут не дай бог меньше сделает, когда больше, то плохо. Сделал так, вот они рассчитывали по-своему, да, бонус, то есть все было согласовано, но, к сожалению, вот так получилось. Да так бывает на самом деле у многих. Я истории про торт не того размера или не въезжает в двери, часто слышу, кстати, даже от организаторов Москва. Не въезжает в двери торт, ребята. Да, и двери подпиливают. Какая была ваша роль во всем этом мероприятии? Наша роль была полностью организовать мероприятия, то есть координация отеля и, соответственно, декор, все наполнение. И была очень сложная площадка с точки зрения, вообще отель делал первый раз на ней мероприятие за столько лет существования его. Это была площадка на пляже, которую они никогда не используют, и они не делали там вообще ничего. Этот кусок пляжа не используется. Они решили предложить клиенту, клиенту понравилось, они потом сами об этом пожалели, но работа была, я имею в виду, что работа была непростая, то есть когда ты делаешь что-то в первый раз, и это и у отеля, соответственно, очень много. Сам по себе Атлантис достаточно такой сложный с точки зрения, да, именно разрешений и так далее, то есть все очень детально, все четко, на каждый там шаг нужен пермит, вот. И поэтому мы исследовали эту новую площадку, значит, за день до мероприятия, вечером, уже ночью, когда начался монтаж, у нас было там огромное количество света, звука, и нам сообщили, что света хватит только на кухню. То есть, естественно, да, то есть, естественно, мы проводили все проверки с инженерами, техниками, с нашими подрядчиками. Отель подтвердил, что все, все будет, все есть, всего достаточно, указал точную цифру. Да, и в итоге за вечером, в ночь мы на этом welcome dinner, нам сообщают, что еды хватит, ой, еды, света хватит только на кухню, и получается, наш свет и звук вообще непонятны, то есть, несите генератор и так далее. Ну, слава богу, эту проблему отель решил со своей стороны, потому что, естественно, клиенту платить за генератор – это очень большие деньги. Я не знаю, сколько там это стоит в России, но у нас это стоит около 100 тысяч рублей, примерно так. То есть, это нужно просто вот взять и заплатить. Все это решено было, мы, конечно, очень сильно переживали с точки зрения того, что они вели электричество. Из отеля? Да, да, то есть, из определенного места, это было далеко, то есть, это были переходники, и как бы, ну, слава богу, все пришло идеально. И мы, получается, работали на этой площадке, то есть, был полностью декор, была живая музыка индусская, были проводы невесты, у них все немножко по-другому, то есть, вообще, арабские, пакистанские свадьбы, у них каждый день он что-то символизирует разное, то есть, если, например, там они на welcome dinner танцуют, и у них есть дискотека и так далее, да, то на свадьбе у них не было никаких танцев абсолютно. Все заключалось в том, что невеста красиво выходит по подиуму, садится на кошу, вот этот красивый диванчик с женихом, и в конце вечера они разрезают торт. И она уходит, прощается со всеми. Я знаю, что еще есть, по-моему, вот в Казахстане тоже есть такие какие-то традиции, что есть прощание, обряд такой, прощание с невестой, когда они выстраивают коридор, и она всех целует, прощается со всеми, то есть, она покидает свой дом и уходит к мужу. Какова роль жениха вот в этот момент, когда она целует и со всеми прощает? Где жених находится? Жених идет рядом с ней, и они уезжают с ней вместе. Да, 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 то есть, как бы, вот она прощается, родители, все, она садится в машину и уезжает. Все плачут. И я. Вот видите, все-таки что-то общее, что-то общее есть с российскими свадебами. Хорошо, давай попробуем сделать такое, суммировать твой опыт в топ-3 правила ивента от агентства Elegant Moment, от Алины Белковой. Топ-3 правила. Что самое главное? Три какие-то вещи. Первое. Самое главное – качественная проработка тайминга и координация. Я считаю, что именно от качественной подготовки мероприятия зависит успех мероприятия. Мы, конечно, все не можем быть защищены от каких-то форс-мажоров и казусов, которые случаются не по нашей вине. Даже здесь, в Дубае, на самом деле, хоть и круглосуточно, круглогодично практически идеальная погода, но есть один процент вероятности дождя, урагана. Мне успел, кстати, захватить дождь, по-моему, первый, да, в этом году был? Да. Он был, знаешь, когда, в октябре, в ноябре, что абсолютно не свойственно для Дубая. И поэтому, если, например, в России, я знаю, люди планируют, планируя свадьбу летом на открытом воздухе, они думают о зонтиках, о тенде, то мы практически не думаем об этом, потому что это очень маленькая вероятность, но она случается. То есть зимние месяцы, они достаточно могут быть ветреных, холодно, вечером ты сам заметил, да, что вот прохладно. И, естественно, мы стараемся все предусмотреть, поэтому грамотный составленный тайминг и проработка всех деталей, она как бы, я считаю, что это там 50% успеха мероприятия, то есть когда вся твоя команда готова, когда полностью все просчитано по подрядчикам, по сапплайерам, по времени отгрузки, по всем деталям, кто во сколько начинает сетап и так далее, да, тогда все хорошо. Это, кстати, очень важный момент, который ты заметила, вот, действительно, большинство людей, которые организуют мероприятия сами себе или помогают, которые не занимаются этим постоянно, каждый день, они, конечно, вот ты как бы говоришь проработка, но что такое проработка, не совсем понятно, да, что это значит. То есть проработать тайминг, по сути, может только человек, который, ну, сделал хотя бы там от 10 минимум, а лучше от 100 мероприятий, да, в своей жизни, потому что он уже знает те узкие места, да, которые могут случиться, у него эти вопросы, по сути, это задавание вопросов, вот ты пишешь сценарий, да, и задаешь к нему вопросы, а что будет здесь, а кто это будет делать, да, но эти вопросы у человека, который, ну, не делал мероприятия, да, или там, может быть, просто был зрителем на них, они зачастую не возникнут, но они 100% возникнут у профессионального организатора. Окей, проработка тайминга и поставщиков, подрядчиков, да, там, с кем, кто будет участвовать. По сути, сложность мероприятия, наверное, заключается в том, что это взаимодействие очень большого количества людей, да, и ответственность организатора в ней. И очень разных, да, поэтому, по сути, организатор, действительно, особенно если он с кем-то уже из них работал, он знает, кому найти какой подход и кому какие слова нужно сказать, да, и плюс задавание вопросов, правильных вопросов, которые могут войти только у профессионалов. Окей, тайминг, проработка, второе, второе правило. Профессионализм подрядчиков и вообще людей, с которыми ты работаешь, то есть это огромный, конечно, уровень твоего мероприятия, того, на каком уровне это все пройдет. Конечно, это все зависит не только от твоей команды, которая может быть сильна, да, а от тех людей, с которыми ты сотрудничаешь, кого ты привлекаешь. И, естественно, не экономить на этих услугах, на этих компаниях, что мы всегда настоятельно рекомендуем нашим клиентам. Но у нас, в принципе, нет таких, то есть мы такие не порекомендуем. Но зачастую, и, к сожалению, случался такой горький опыт у моих клиентов, когда мы не могли переубедить, и они брали самостоятельно, думая, что вот они в интернете нашли по-русски, вроде говорят, что-то пообещали. Российский сайт написал. Да, и причем вроде бы как бы и сервисы дают, VIP уровня, и поверили, и потом было все очень печально. Но то, что мы сейчас, как бы, если даже еще несколько лет назад, как бы, может быть, там мы могли позволить какие-то даже из основных сервисов взять, то сейчас мы просто не позволяем людям, как бы, брать, особенно там техническое оборудование. Просто не будете брать ответственность. Нет, нет, я просто, ну, как бы, свет и звук, я просто скажу, что, ну, не то, что мы не будем брать, мы не допустим на свое мероприятие компанию, которую мы не знаем и не проверено, как минимум, там, от наших каких-то очень близких партнеров, да, либо людей, которые пробовали этот сервис, потому что сервисов здесь на рынке очень много, и не знаю, как у вас, но у нас казусы по отзывам случаются очень часто, именно вот с технической частью, с свет, звук. Про казусы мы сейчас... ...настроение, отсутствие суеты, паники в команде и, конечно, уверенности, знания своего дела. Хорошее настроение, которое ты задаешь с утра всем своим сотрудникам и своей команде, своим подрядчикам, то есть я за то, что ни в коем случае не наводить никакую панику, даже если там что-то не так, потому что... А чаще всего что-то не так. Да, часто такое бывает, что, к сожалению, не по твоей веде, что что-то идет не так. Невеста проснулась в плохом настроении, либо ты ее попросил лечь спать вовремя, а она все равно легла в 5 утра и в итоге недовольна своей внешностью. Ни в коем случае, да, мы не создаем никакого вот этого состояния нервоза, даже не знаю, как его назвать. Мы всегда очень дружелюбные, мы всегда настраиваем всех позитивно, все, что мы можем с нашей стороны сделать. Плюс, как бы, естественно, даже при наличии каких-то форс-мажоров мы всегда радостно, до последнего, без паники стараемся все это решать, поэтому я считаю, что настроение в день и настроение твоей команды в день и вообще, как бы, состояние, атмосфера рабочая в коллективе, она очень важна и влияет на результат. То есть, когда кто-то ругается на площадке, к примеру, да, нет какого-то контакта, ну, был такой просто опыт даже, вот пришли музыканты, они не поладились со звуковиками, звуковики начали нервничать, эти начали нервничать, в итоге саундчек прошел непонятно, уже началось выступление, они все еще не договорились, то есть, и ты становишься, естественно, серединой, которая должна быстро всех примирить, потому что здесь ты не можешь искать правых или виноватых, это твой ивент, и ты должен максимально всем создать благоприятную атмосферу, чтобы всем было комфортно работать. Поэтому мы, опять же, за дружбу на площадке и решение конфликтных ситуаций только через позитивный какой-то настрой, чтобы это не отразилось, да, на настроении всех остальных. Окей, топ-3 правила, тайминг, проработка тайминга, качественные подрядчики и позитив, улыбка, да, некая, некая радостный, радостный посыл, да. У меня просто было такое, что торт упал в дверях. О, боже, это тоже. Да, это очень интересно тоже. И как отреагировали гости? Все плакали? Здесь мастерство ведущего было в том, чтобы убедить гостей в том, что это фейковый торт. Но есть такая история, когда заносит торт, он падает, и это фейковый торт, к счастью, я про это знал, и я минут 15 тянул, проблем была не в том, что он упал, а в том, что его очень долго не убирали. Официанты были настолько растерянны, что они не знали, что он делал. Я начал шутить, что сейчас мы обрисуем вот белой линией этот торт, ну, знаешь, как место убийства. Вот, потом, значит, дальше было 15 минут стендапа на тему того, что это фейковый торт, что мы сейчас закажем другой. Меня поразила реакция жениха, который поверил в это, и он говорил, мы же не заказывали. Мы как-то не... Я не припомнился, я за это платил, вот, и я сказал, что это бонус от заведения, сейчас все принесем, а пока, друзья, пойдемте запустим шарики, по-моему, у нас были в тот момент. Кстати, расскажи, вы делали только в Дубае или какие-то другие города, потому что здесь есть рядом... Для меня, на самом деле, это было открытие, может быть, те, кто смотрят, они тоже не до конца понимают, но, по сути, что такое Дубай, это такой огромный мегаполис вдоль побережья, да, вытянутый, и, что называется, направо поедешь, тут же к нему примыкает Шаджа, практически нет какое-то расстояние между городами. Дальше, по-моему, Аджман, да? Рассельхайма. Да, дальше уже Рассельхайма, да, это уже такие совсем туристические места, а если налево поедешь, то там, это уже в страну Абудай. То есть, это такой некий огромный мегаполис, практически вытянутый вдоль побережья. Делали ли вы только в Дубае, либо другие какие-то места вы тоже задеваете своим творчеством? Основные наши мероприятия проходят в Дубае, все-таки как бы здесь сосредоточено такое максимальное количество интересных площадок и знаменитых отелей, да, то есть, как бы клиенты, они стремятся сюда. Но мы делаем и в других городах, мы делали свадьбы в Абудайбе, в знаменитом Emirates Palace, тоже такой очень знаковый и один из самых красивых, наверное, здесь вообще в Эмиратах отелей. Дворец огромный, огромная территория, красивое множество бассейнов, своя марина. Мы делали мероприятие в Аджмане, там тоже много хороших отелей, пляжная зона, ну и вот все остальное, оно в основном проходит в Дубае. И давай поговорим о плюсах и минусах, поэтому я буду говорить не просто Дубай, а все Эмираты, плюсы и минусы мероприятия в УАЭ. Давай начнем с плюсов, не знаю, топ-3 плюса мероприятия здесь. Начну с того, что Дубай это удивительное место, я живу здесь уже 7 лет, получается, и я его не перестаю любить. У меня очень часто спрашивают, любишь ли ты Дубай, как тебе здесь живется. Я Дубай просто обожаю, он очень динамично развивается, даже уезжая на пару месяцев на летние каникулы, отсюда возвращаешься, здесь уже что-то новое. И ты вот постоянно в этой динамике и множество новых красивых ресторанов, площадок. И вообще я считаю себя самым счастливым свадебным организатором, потому что у нас есть здесь такая уникальная возможность знакомиться со столькими разными культурами, традициями. У нас постоянно вот эти интернешнл свадьбы, когда мы показываем культуру одной страны, культуру другой. Мы это все миксуются, потом мы это приносим в другие свадьбы, делимся этим опытом с нашими европейскими, невестными, русскими. Это касается и декора, и традиций, наполнения интертеймента, всего. Распространяйте мультикультурализм. Да, да. Везде очень много интересных своих каких-то вещей. Единственное, что я заметила, это что в России сильно нет ничего традиционного. К сожалению, все уходят от традиций. Конечно, вот восточные национальности они очень чтут свои традиции. Чтут, чтут. Чтят. Да. В общем, соблюдают. И у них, что касается и нарядов, и там какого-то традиционного выхода жениха и невесты, и очень многих таких культурных традиционных моментов в составе, и вплоть до еды, то есть на свадьбе какой-то особенной. Вот. Поэтому Дубай действительно уникальное место для проведения свадьбы. Здесь можно найти на любой вкус площадку, то есть это может быть и что-то такое в традиционно арабском стиле мы делали и в пустыне, есть великолепные пятизвездочные отели, которые находятся прямо среди дюн, и там все выдержано в таком восточном стиле, колористика, то есть это может быть и какие-то шатры, и открытые красивые площадки с кальянами, и там можно сделать и фаер-шоу, и фейерверк, и вокруг будут верблюды и лошади, то есть ну очень красиво. То есть пока то, что я слышу, это Дубай, можно получить что-то совсем-совсем необычное и интересное, да, потому что здесь много-много смешивается культур, здесь уникальное место, действительно, с одной стороны, прекрасное море, тут же есть пустыня, где причем есть оборудованные действительно площадки, и для меня лично это было открытие как раз в эту поездку, что оказывается есть какие-то высокого уровня отели, которые прямо находятся в пустыне непосредственно для людей, которые хотят получить этот опыт, но при этом не любят комфорт. Очень много красивых отелей, и мы делали там мероприятия, и делаем очень много романтических ужинов, на самом деле, я не знаю, рассказывала тебе, предложение руки и сердца, это наша такая особенная часть, мы даже, у нас даже есть отдельная страница в инстаграме, мы это уже все вывели в отдельную страницу, потому что мы делаем огромное количество предложений руки и сердца, это прямо вот на уровне свадеб у нас по объему. И сразу все-таки не могу не задать этот вопрос, были ли случаи, когда невеста говорила нет? Нет, у нас стопроцентное. Приходите к нам, да. Этот вопрос часто задают, нет, у нас всегда было да, мы сделали, я уже даже перестала считать после там 30-го, 40-го, я перестала уже считать, сколько мы их сделали, и мы делали в разных, и там, и в клубе, и там высвечивалось на экране, и квест приключенческий на лодочках, они катались в итоге там, то есть это предложение, ну и классические там красивые ужины на побережье, в буржу-ля-раби, и дельфин приносил кольцо, то есть, ну, тут опять же можно очень красиво все продумать, площадки позволяют, и много интересных всяких мест, локаций. И получается один из плюсов, который я так долго растягиваю, это как раз то, что здесь огромное количество площадок на любой вкус, абсолютно, то есть, кто хочет классику, кто хочет Рустик стиль, кто хочет арабский стиль, кто хочет такую пляжную прям вечеринку на песке, да, кто хочет что-то модерн, там возьмем Тельбурж-Калифа, то есть там, например, да, что-то в таком стиле, с видом на поющие фонтаны, и огромное количество площадок именно для разного количества людей, то есть мы делаем свадьбы, там, и на 10 человек, и это уже будет приватная зона, то есть у них будет красивый, там, может быть, сад с видом на шикарную панораму Дубая, да, либо это на 150, на 200 и так далее. К нам приезжают и 120 человек приезжают, то есть привозят гостей, да, и каким-то небольшим маленьким кругом. Это один из основных таких плюсов Дубая, второй, конечно же, это погода и климат, то есть мы практически круглый год, но открытые площадки у нас с конца октября, то есть с конца октября мы уже можем делать именно ужин, то есть церемонию мы еще можем делать где-то в начале октября, но жарко, а вот именно ужин комфортный, это конец октября и до конца апреля. Это такой и плюс, и минус, да, получается, потому что с одной стороны то, о чем ты говоришь, да, поздняя осень, ну, в Европе, там, в России, поздняя осень, зима, однозначно плюс, то, что можно выбраться из зимы в лето, вот мы сейчас идем от интервью, и здесь сейчас февраль, да, самый холодный, кстати, месяц. Да, самый холодный месяц, я скажу честно, я одел сегодня джинсы только вот ради приличия, интервью, вообще все остальное время хожу здесь в шортах, вот, ну и при этом, конечно, и минус, да, потому что летом, ну, в общем-то, хотя мы делали свадьбу летом, да, вот 1 июля, было очень интересно мне лично искупаться в заливе, который был температурой, ну, вот примерно ванна, да, примерно вот, это, кстати, круто, тоже интересная особенность. Я люблю. Да, здесь люди уже привыкли, все-таки, все машины, остановки с кондиционерами, метро, машины с кондиционерами, все, в общем, точно так же, как я просто сам тоже из Сибири, да, и там зимой мы перебежками в морозы перемещаемся из одного помещения в другое, а здесь тоже самое происходит только летом. Да, то есть тут летом ты иногда можешь стоять в сланцах, и у тебя через асфальт будут гореть ноги, я просто помню как-то первый раз, когда я сюда приезжала, это было июль, мое первое путешествие в Дубай, и вот как раз мы побежали фотографироваться на Марину, и я, это было исключительно 2 секунды фотографии, потому что у меня начали гореть, гореть стопы. Но на самом деле получаем очень много запросов на проведение свадеб летом, причем церемонии. Однажды я сделала это, и пошла навстречу, после этого мы сказали, нет, все, мы не делаем летом на улице ничего, абсолютно, потому что это солнечный удар, который был у всех, у декоратора, который на площадке работала. Хотя был небольшой навес такой, то есть это было не прям под палящим солнцем, но это было очень, то есть настояли клиентами, пошли им навстречу, но в итоге... Но при этом можно делать закрытые мероприятия? Конечно, да, закрытые у нас проходят, конечно, здесь лето, оно такое тихое достаточно, все замирает, особенно Рамадан, как бы вот в Рамадан мероприятий сильно никаких не делают. Давай про минусы. Минус это вот этот летний климат, да, у нас, есть ли еще какие-то минусы, которые могут быть, может быть минусы, которые вы, так сказать, нивелируете, да, как агентство, но с которыми столкнется человек, который, например, захочет просто прийти в отель и купить там свадебный пакет. Минусы есть, но, соответственно, мы как бы все эти минусы как-то и сказал, контролируем, да, с нашей стороны, потому что здесь, несмотря на то, что Дубай достаточно такая, как бы на вид уже очень развитая страна, город и страна ОАЭ в целом, но все равно это молодая страна, она только идет, она только сейчас на, как говорится, на этапе роста и такого стремительного развития. И ввиду того, что здесь такой интернационал, и у каждой национальности у нее все-таки свое отношение и понятие качества, да, здесь есть такие моменты, что где-то что-то оно может страдать, то есть в плане именно качества, поэтому я, конечно, не рекомендую никакого планирования самостоятельно, потому что мы через это все прошли. И прежде чем наработать наших хороших подрядчиков, да, мы прошли тоже, проходили, и были у нас разные казусы и с флористами, и со светом и звуком, и с машинами, они на самом деле достаточно проблемная вообще зона здесь, это машины в аренду, как бы с ними. Это поразительно, потому что здесь огромный выбор машин, да, и они люксовые. Очень некачественный сервис, это я могу прям открыто заявить и даже не побояться, постоянно страдаем от этого, постоянно клиенты страдают, которые самостоятельно арендовывают эти машины, особенно машины вот какого-то там лакшери, да. да, и в данном случае вот мы, конечно же, за все за это в ответе, да, а здесь на рынке это страдает, если человек идет оторганизовывать сам, это будет ему минус. Ну и, наверное, это есть такой вот минус, да, что у всех свое понятие качества, и ты пытаешься это все мерить по своему уровню, да, и как бы, но, к сожалению, кому-то трудно этому соответствовать. Сойдет, да. Минус, ну, относительно погоды я тоже сказала, да, что получается, ну, как бы, погода и плюс, и минус, да, то, что есть лето, которое полностью замирает, и это действительно такой момент, что климат очень резкий, да, вот здесь летом до 50 градусов иногда бывает, и то, что приходится уезжать, особенно с детьми, как бы здесь, ну, просто невозможно, и у тебя получается циклично, то есть, мол, дом, мол, дом, ты как бы не можешь выйти на улицу, хотя в этом году, кстати, летом было достаточно комфортно, в августе можно было даже гулять, и иногда бывает такое, что, то есть, ты вечером выходишь, у тебя гипервлажность, и ты просто не можешь ни минуты находиться. Наверное, все-таки я задам этот вопрос про конкуренцию, да, есть ли у вас конкуренты, каких ты видишь конкурентов, являются ли, например, отели с их пакетными свадебными предложениями вашими конкурентами, да, может быть, есть другие агентства, русскоязычные есть ли агентства еще, просто я отлично не знаю, здесь больше нету, и, ну, может быть, частные какие-то организаторы есть, и есть ли у вас зарубежные конкуренты, да, потому что наверняка должны быть, скорее всего, может быть, у каждой национальности, обычно, я так понимаю, что у каждой страны есть некое свое агентство, да, и, ну, может быть, есть какое-то интернациональное агентство, которое, так сказать, доставляет вам нервов, да, и как-то, как-то заставляет вас немножечко нервничать и двигаться, и думать, как бы улучшить свой сервис. В общем, расскажи про это, про конкурентов, и являются ли отели вашими конкурентами, такой большой вопрос, много вопросов. Давай начнем с отелей. Давай. Все отели, у них есть какие-то их свадебные понятия. Ну, да, ивент-менеджеры. Расскажи, что с ними, почему, вот я клиент, я хочу сделать себе свадьбу, например, я даже знаю, в каком отеле. Вообще, это редкость, конечно, большинство людей, все-таки, у них, они не могут определиться, они выбирают. И именно организатор их приводит на какую-то площадку. То есть, в нашем случае это так, в 90% случаев мы выбираем площадку клиенту, потому что мы знаем, естественно, все изнутри. Опять же, если даже люди живут здесь, они зачастую просто не знают. Ну да. Они ходят в ресторан, но они не понимают, где балл-рум хороший, где площадка, сколько это стоит, какие вот эти депозиты. То есть, у нас здесь в основном идет депозитная система. Да, как бы у нас очень редко там аренда какая-то, в основном депозит. Отели, очень многие предлагают свои услуги, но редко у кого есть какие-то пакеты, на самом деле. Потому что они, в основном, нацелены на сейлс, на продажи, именно продажи своих площадок. И, естественно, нет у них никаких там на самом деле wedding-планеров, либо декораторов, которые будут заниматься с клиентами, просто физически это нереально для них. И им, чтобы не страдало качество, да, и, опять же, они занимались своими продажами в нормальном уровне, да, и объеме, они это все передают организаторам. Вот в некоторых отелях мы стоим в этом списке. То есть, вы являетесь, как бы, по сути, подрядчиками. Да, они зачастую, вот, есть уже лист проверенных сапплайеров, их не так много, и они могут это рекомендовать своим клиентам, которые приходят. Это, кстати, очень хорошая история, потому что, ну, вот в других странах, по-моему, в Москве так тоже бывает, и там в Таиланде, я знаю, у них, вот, как раз отели скорее пытаются продать какие-то пакетные предложения, да, с минимальными какими-то стоимостями, куда не включено практически ничего, но, естественно, качество услуг там страдает, потому что... Ну, здесь тоже, здесь тоже такое есть, и, к сожалению, даже при пятизвездочных отелях, с чем там мы все равно сталкиваемся, когда к нам, например, приходит клиент, и он уже там бывает такое, что-то там у них успел купить, и потом мы это все начинаем переделывать. Все равно мы убеждаем его в том, что там этот декор это не того уровня, нам эти цветы даже никуда не применить, как бы возьмем их на лепестки. Относительно отелей, получается, что у них, они предлагают какие-то свои опции дополнительно, то есть они могут сделать декор, и, к сожалению, был у нас там печальный опыт, однажды клиенты взяли у них набор освещения и звука, хотя отель был пятизвездочный, но было все очень печально, вот, слава богу, исправили, как бы вовремя, вот, потом флористика тоже абсолютно она не уровнивает, то есть там они сделают что-то, ну, как знаешь, в 90-х, вот, и... Флористика из 90-х, а расскажи про агентство, хорошо, с отелями примерно понятно, то есть есть отели, с которыми вы взаимодействуете, у которых вы... Да, есть, естественно, как бы отели, которые нас выбирает клиент, мы приходим туда и взаимодействуем уже с менеджером, то есть у них в некоторых отелях есть прям такое, как бы, планирование свадьбы, в Атлантисе он, по-моему, очень сильно развит, у них свой свадебный организатор, департамент прям, но клиент все равно пришел к нам, то есть пакеты его не устроили, вот, когда он выбирал, например, организатора, там, декоратора. Есть ли частные организаторы или какие-то крупные ивент-компании здесь, которые, ты считаешь, либо конкурентами, либо, может быть, ты стремишься дорасти до такого уровня, скажи так. То есть мы не концентрируемся, там, только на русскоговорящих, да, все равно есть другие национальности, для которых мы делаем, и очень открыто у нас это все перемешано, то есть, ну, естественно, русские, они любят с нами работать, потому что это свой родной язык и им проще, и когда вот кто-то выбирает среди нескольких команд, да, то, естественно, своему удобнее работать с говорящими на нашем языком, да. Вот, а так есть конкурентные компании, но мы с ними тоже дружные, друг друга все знаем, и, опять же, они работают и с русским рынком, и у них уже образовались какие-то и другие рынки, на которые они работают. Поэтому здесь... То есть есть зарубежные компании, которые все равно работают с русскими... Также, да, также есть и зарубежные, и здесь есть, конечно, разномасштабные компании, да, там, тот же Design Lab, Oliver Dose, да, о которых очень многие наслышаны, то есть они делают огромные, большие масштабные проекты, масштабные свадьбы, когда это там 400, 500, 1000 человек и более, да, то есть у нас пока таких проектов нет, но... То есть они специализируются именно на мероприятиях там свыше какого-то бюджета, или свыше какого-то Да, я думаю, что у них есть какой-то определенный такой фактор, который определяет именно либо там это уровень бюджета, либо это количество гостей, ну, вот они делают такие масштабные знаковые мероприятия, вот, у нас все равно оно все к деталям, к концепту, к декору, мы делаем мероприятия разного формата, да, но там, как я сказала, от 10 человек, там, и 300, и 400, то есть это у нас есть такой опыт, ни одно наше мероприятие не похоже на другое, то есть у нас нет ничего шаблонного, у нас нет никакого какого-то стиля, просто потому, что мы для каждой пары создаем что-то уникальное. Нас смотрят как организаторы, как люди из ивента, так и люди, которые наверняка будут твоими клиентами будущими, и как показывает практика друзьями и, возможно, партнерами. Давай начнем с клиентов, вот, какой бонус мы можем им дать и тем людям, которые мечтают сделать, может быть, свадьбу, может быть, предложение, может быть, какую-то церемонию здесь в Дубае, какой бонус ты можешь им дать, если они, например, пишут что-то в комментариях или просто напишут тебе со ссылкой на это интервью. Вот, давай сделаем так, они пришлют тебе ссылку на это интервью, и что они получат взамен? Мы будем рады дать скидку 10% именно тому, кто захочет что-то у нас организовать. Любое мероприятие. То есть будем рады, да, любое мероприятие любого формата, маленькое предложение руки и сердца, либо большую свадьбу, ну и, соответственно, естественно, консультацию. А может быть, маленькое предложение руки и сердца, которое закончится большой свадьбой? Да, у нас так тоже бывает. То есть у нас бывает предложение руки и сердца, у нас есть клиенты, потом свадьба, потом день рождения жены, потом baby shower. Ну, я не знаю, baby shower у вас же тоже делают в России? Да, делают в ванной обычно это происходит. На самом деле у нас это очень такое популярное мероприятие, когда я знаю, что в России все равно так немножко заморочено относительно того, что показывать ребенка, что-то праздновать, не делать, да? Ну, то есть, тем более праздновать что-то перед тем, как ребенок родился. Презентация ребенка у нас происходит через определенные. Да, а здесь как бы, ну, это пришло, наверное, Америка, Европа. Есть и все это уже, как бы, естественно, все национальности здесь потихоньку это перенимают. Есть такое мероприятие, которое называется baby shower. Получается, заключается оно в том, что до того, как девушка родит, может быть, где-то там на последнем месяце организовывается мероприятие. Его часто, оно такое более девичье очень часто, где, как бы, обмывают будущего ребенка. Обмывают будущего ребенка. Нормально. И получается, что все это оформляется в каких-то красивых нежных тонах, там может быть обозначено уже пол ребенка, это может быть там в свете голубой, розовый, и там могут открыть пол ребенка гостям, например. И там могут даже некоторые уже написать имя, welcome, там, Вася, и, как бы, все уже будут знать, да, кто родится. И очень часто там делают определенные игры какие-то такие маленькие, там, как угадать, например, вес ребенка, какое родился имя его, какой у мамы объем живота, получать маленькие призы, быстренько одеть куклу, памперс и так далее, там папы. Наша рубрика «Хорошие помада и конкурсы интересные». Да. В общем, такое мероприятие тоже возможно. Да, такое мероприятие тоже возможно, и оно здесь достаточно популярно. И вот это я вот рассказала, как у нас от предложения руки и сердца до… Жизненный цикл. До и дальше корпоратив, поскольку у всех, естественно, бизнес-система. Хорошо. 10% присылайте в личная линия, мы обязательно дадим ссылку в комментариях, на сайт, электронную почту. Можете прислать ссылку на это интервью, получить свои 10%, можете обратиться к ней напрямую, найти в социальных сетях. Ссылка на интервью – это ваши 10%. Тем людям, которые в ивенте, которые, может быть, хотят стать твоими партнерами, подрядчиками, которые хотят у тебя поучиться, может быть, можешь ли ты уделить им час своего времени тому человеку, который задаст самый интересный вопрос в комментариях? Да, конечно, с радостью. Да, я с радостью поделюсь опытом. Нужно ли будет прилетать в Дубай обязательно для этого или все-таки как-то вот скайп в офисе работает? Скайп в офисе работает, поэтому мы обязательно назначим время удобное. И я поделюсь, расскажу о профессиональной стороне, если какие-то советы, рекомендации за время своего опыта. Мы накопили много взаимодействия. Да, да, поэтому мы рады. Отлично. Задавайте самый интересный вопрос в комментариях. Мы выберем его, давайте так, я дам один месяц, 30 дней на то, чтобы вы задали самый интересный вопрос в комментариях. Ровно через месяц после того, как это видео будет впервые выложено, мы определим человека, который получит вот эту консультацию, этот приз за самый интересный вопрос. Пишите самый интересный вопрос для Элины Белковой, комментарий прошу вас. Ну что, Элин, спасибо огромное тебе за то, что уделила нам время, спасибо за то, что пригласила нас к себе и будем надеяться на то, что это не последнее наше интервью, что через, может быть, 5 лет будет еще более высокая башня, еще более громадный офис. Да, мы растем, у нас большие планы, развиваемся постоянно, поэтому, да, загадаем. Спасибо огромное. Друзья, спасибо, что смотрели, задавайте свои вопросы в комментариях, присылайте ссылку Элине на это видео и получайте свои 10% скидки. И, конечно же, приезжайте в Дубай, здесь интересно. Спасибо. Супер.